Ролик создан при поддержке букмекерской конторы MarathonBet, где вы можете сделать ставки на любые спортивные события по самым высоким коэффициентам. MarathonBet – лучший способ заработать на спорте. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Эмблема Миланского Интера недавно вошла в 20-ку лучших в мире. Классический лого был создан еще в 1908 году одним из основателей клуба, который вписал в круг и переплел друг с другом первые буквы названия. Интер Милан футбольный клуб. Недавно вышло исследование авторитетного британского журнала 442 о клубных эмблемах, которые оценивали дизайнеры из разных стран. И сейчас вы узнаете, кто самый стильный. Это мини-топ-10 лучших футбольных эмблем в мире. Десятая – эмблема Ливерпуля, на которой изображены ворота при входе на Энфилд с самой эмблемой. Птица – полное название, дата основания и слова из гимна «You'll never walk alone» – не слишком ли много? Тем не менее, вместе все смотрится органично. А еще два факела по краям – в память о жертвах трагедии на Хилсбро. Девятая – эмблема швейцарского Базеля. Дизайнеры отмечают ее органику и лаконичность. Кстати, лого Базеля отдаленно напоминает эмблему Барсы, и это не случайно. Каталонский клуб на шесть лет позже основал один из первых капитанов швейцарской команды – Жоан Гампер. Восьмая – а вот и сюрприз – эмблема московского ЦСКА. Иностранцы отмечают, насколько круто армейский герб передает культуру эпохи, в которую он был создан. И предупреждают – если долго смотреть на эмблему ЦСКА, можно превратиться в коммуниста. Седьмой – герб английского Бирнингем Сити. Тот случай, когда эмблему клуба можно немедленно узнать среди всех остальных. Герб синих символизирует изменение времени с течением лет. Шестой – герб Гуанчжоу Эвергранд. По китайским традициям на эмблеме много атрибутов успеха и богатства. Корона, огонь, пасть тигра, красный цвет. Тем не менее, они вписаны в лого стильно и современно. Пятый – герб клуба Леонас Негрос из второго дивизиона чемпионата Мексики. Черные латиноамериканские львы сделали лучшую эмблему со львом в мире, видя которую действительно ощущаешь величественность царя зверей. Четвертый – герб Самбдорий. Один из самых необычных в мире. Ведь на нем изображен силуэт курящего трубку генуэзского рыбака со всклоченными волосами и в шотландской кепке. Ну, потому что он – волк морей, а Дженуа – главный морской порт Италии. А еще он похож на хипстера. Бронза сегодня – ОФК Кёль. Своеобразный логотип которого не менялся уже полвека. В 1957 году один из болельщиков подарил президенту клуба «Козла», которого назвали Хенасом в честь тогдашнего тренера клуба. Несмотря на очевидный намек, «Козел» так полюбился всем, что стал символом команды и попал на герб, а игроков Кёльна стали называть «Козлами». Вторая строчка – эмблема команды «Ла Панк» из второго дивизиона Таиланда. Прозвище клуба – «Изумрудные колесницы». Поэтому на дербе изображен силуэт колесницы на изумрудном фоне. Эмблема необычной изогнутой формы, что создает впечатление движения в гору. И победитель – герб Аякса. С виду ужасно простой, но с огромным смыслом. Клуб назван в честь героя греческой мифологии Аякса, который участвовал в осаде Трои. Так вот, силуэт этого самого Аякса и изображен на дербе, обрамленном красными чертами. Это цвета клуба. А теперь внимание, важная особенность. Силуэт Аякса состоит ровно из 11 замысловатых линий, символизирующих 11 игроков команды на поле. Неплохо. Пишите, эмблема какого клуба самая красивая, по вашему мнению. Напоминаю, само исследование проводил не я, а группа дизайнеров из журнала 442. Понравилось? Подписывайтесь на каналы, группы ВКонтакте и Фейсбуке, а заодно не забывайте про мой Инстаграм. Ссылка на все внизу. Прошлый интересный и слегка забавный мини-топ про самых высокооплачиваемых тренеров мира смотрите здесь. А то же самое про игроков вот тут. Александр Журавлев, Оспорте ТВ. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова